Воскресенье 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 Мне предлагаю продолжить разговор, который был начат в прошлое воскресенье, на тему осознания происходящего в Церкви. Вот в прошлый раз мы начали с самых азов, со смысла нашего, если помните, кто был, кто не был, я уже помню, со смысла нашего собирания во единого, собирания во единый церковный организм в Церковь. Я не буду сейчас повторяться, что времени не тратится. А сейчас хочу поговорить о первой части литургии, тоже, конечно, голову по Европе, потому что долгие разговоры – это целая лекция, целая школа получится, хотя бы какие-то азы, чтобы мы просто осознавали, что происходит. Мы стоим в Царстве. Почему в Царстве в прошлый раз? Мы на небе стоим. Вокруг престола мы стоим. Почему престол там, а не здесь? Тоже говорили в прошлый раз. Кому непонятно, кто удивился, книжек стоит, он там недостаточно. Откруйте, почитайте. Я просто призываю, потому что мало кто этим серьезно занимается, каюсь, потому что читаем церковную литературу духовную. Вот здесь духовная литература подобрана, которая вам расскажет самые азы, простейшие вещи, но они настолько красивы и настолько имеют глубокий смысл, что ими можно жить, не суетой этой нашей, которая нас давит, не информативным поносом, простите, который в нас вбивает, а красотой можно жить. Нужно ей в мир наполниться. Но все-таки первая часть литератургии. Екатерина первая. Моление. Миром Господу помолимся. Во-первых, не всем миром. Мир в данном случае, это не тот мир, в котором мы живем, не земля. И нас, собственно, не так уж и много. А мир, который у нас в душе, это призыв к Богу не орать, не дергать Его за что-то там, не знаю, за руку, за ногу. А успокоиться. Потому что дергаем мы Бога прежде всего потому, что мы вопим от наших болячек. А вот перед тем, как перед Богом предстать, перед царем всего мироздания, нужно хорошенько осознать, что причина наших болячек – мысль. И вот давайте успокоимся, не будем пищать, как отец придавленный, а спокойно пред царем предстанем, осознав, что да, мы виноваты в том, что мы такие стали, что мы так живем. И миром спокойно, в тишине скажем Богу все, что мы хотим. Спокойно. Без воплений. А дальше мы молимся, как это ни странно, не о себе. Потому что вообще-то принято прежде всего в христианстве переживать о своем ближнем, а не о себе самом. И вот мы в самое первое моление нашего совместного делания, пред Богом предстояния, делаем далеко не о себе. А как раз о том мире, который она загружает. Заметьте. О мироздании, о властях, о наших ближних, о путешествующих, плавающих, о архиереях наших. Но только не о нас. И это очень важно. И вообще вся первая часть литургии, вот есть такое деление литургии, оно известно. Литургия оглашена, литургия верна. Вот до... Есть такие слова. Оглашенный из идите. Помните, да? Где-то посередине литургии такие слова священник говорит. Несколько раз говорю. Это он выгоняет оглашен. Не только я, в общем-то говоря, а мы все. Мы все верные, которые собираемся участвовать дальше в части литургии, которые, собственно, есть тайные вечери. Которая... Главная часть которой причастие христовых тайн. Мы выгоняем тех, кто причащаться не собирается по разным причинам. Кто-то отключен от причастия. Кто-то еще не крещен. Кто-то вообще, говоря, кто пришел на суп поговорить, тоже должен выйти. Потому что дальше начинается такое, если хотите, интимное свидание с Богом, нас, с вами, нашего церковного организма. Чтобы быть на этом свидании зрителям нельзя. И поэтому мы должны, вообще говоря, выгнать оглашенных, то есть те, которые не участвуют в тайной вечере, и закрыть двери на замок. Потому что дальше, в том числе, не говорит. Двери, двери, премудростью он. Это означает, что это призыв тем, кто у дверей стоит. Все, закрываем. Шутки кончились. Но это уже вторая часть, которые другие. А мы говорим все-таки о первой. Так вот, первые части другие. Тоже они были разных, об этих словах разных были мнения. Выгонять оглашенных, не выгонять. На Пасху не выгонять оглашенных. Традиционно на Пасху не выгонять. Но это не потому, что Пасха праздник для всех. А потому, что раньше крещение христиан, традиционно совершалось именно на Пасху. И после пасхального благослужения, после ночного, оглашенных просто не было уже. Поэтому и не выгоняли оглашенных. Не было кого выгонять. Так вот, первая часть литургии, это, если хотите, часть литургии миссионерской. Она обращена ко всему миру, окружающему нас. Более того, часть этой литургии исторически совершалась даже вне храма. Вот вход в Евангелие, тоже непонятно, да, для нас как-то. Большой выходит, кружевдюет и обратно входит. Зачем? Это тоже, к сожалению, такое вот... Сейчас это нехорошим словом атовизма называть не хочется. То, что как бы от Мирона что-то такое осталось. Нет. Это символы, красивый символ, имеющий смысл. Но на самом деле, раньше, в раннем благослужении, этот символ был еще красивее и понятнее. Люди с Евангелием не выходили и входили, а входили с улицы в храм. Дело в том, что раньше христианские храмы были всегда открытыми. И такого богатства и благолепия, там, иконок, анастаса не было просто. Не мог зайти и выйти в любое время, кто хочет. Как часто мы приезжаем, не знаю, древние христианские базилики, где они сохранились. Туда можно войти и выйти, там просто ничего нет. И брать там нечего, воровать нечего. Но все-таки Евангелие книга ценна для христиан. Не потому, что она в окладах, золотом покрыта, а потому, что текст в ней непомерно оценен. Это величайшее сокровище христианства. Про Евангелие мы тоже, если помните, полгода назад говорили. Еще поговорим, кто забыл, кто еще раз хочет услышать. О создании евангельского текста. О ценности. Почему он так ценен для нас? Так вот, просто христиане на время богослужения приносили с собой Евангелие в храм. И первая часть литургии совершалась вне храма. Это вот антифона, который поиск после миром Господа, помолимся. Это все пелось вне храма, перед вратами храма. И потом торжественно вносилась и Евангелие в этот храм, и входили все христиане. И эта часть литургии совершалась для всех. Для всех, кто мог слышать снаружи. Ну, сейчас-то уже ругают там. Что там, понимаешь, по куполу носили динамики там на стены храма. С одной стороны, вот есть в этом некая абсурдная часть. Потому что, ну, просто вот на самом деле, вот так вот слушать, проходя мимо храма. Моление «Тайная вечерь» – ну, вообще-то диковато, наверное. Там такие просто молитвы совершаются, которые вот так вот мимо ходя слушать нельзя. Но та часть богослужения, где христиане молятся о всем мире, вот об этом послушать, было бы полезно вполне. И это хорошо, что это совершается. У нас просто все вот так вот немножко перекошено с каким-то вот… Что-то недодумано, что-то глуповато сделано, что-то где-то недосообразили. Но вот тем не менее, нужно понять, что сначала мы, христиане, приезжие в храм, да уже вошедшие, так уже сейчас принято. Молимся о всем мире, в том числе о нас, конечно. Но и о всем мире, потому что мы – соль земли, которая признана этот мир предохранять. Это разложение. Почему соль? Когурцы и все солят, и помидоры тоже. Зачем их солить? Чтобы они не испортились. Вот поэтому и христиане тоже названы солью земли, которая должна существовать, которая должна просорить этот мир, чтобы он не испортился. И вот мы, солью земли, сохраняем этот мир от разложения. И первая часть богослужения нашего литургии, она именно об этом. О том, кто еще не в церкви. О том, кто страдает, о том, кто болен, о том, кто дома. О том, кто еще не слышал о Христе. Не только о них, конечно, но в первую очередь именно о них. О всем нашем мироздании. Не только потом, уже в конце этого богослужения. Этой части, точнее. Мы входим в храм с Евангелие, и здесь его читаем.